Пожалуй, нет ни одного человека в Москве, который ничего не слышал о BMW серии M. Как правило, все рассказы об этих машинах в кругу знакомых и друзей похожи, как две капли воды. Сегодня видел M-ку. Она со светофора в точку ушла. Второй даже опомниться не успел. Вот так и рождаются легенды, а у мальчишек появляются кумиры. BMW M3 последнего поколения только начала появляться на российском рынке. В Москве эмок пока всего несколько штук, но многочисленные плакаты, билборды и рекламные растяжки уже развешаны по всему городу. Итак, новейшая BMW M3 в кузове купе. Двигатель V8 4 литра, мощностью 420 л.с. Красная зона тахометра начинается с 8400 оборотов в минуту. Разгон до 100 км в час 4,8 секунды. Классический задний привод и столь же классическая шестиступенчатая ручная коробка передач. Внешне самая спортивная модификация из всего модельного ряда отличается от обычной не отдельными элементами, а буквально всем. Посмотрите на раздутые передние крылья, на 19-дюймовые легкосплавные диски, на этот агрессивный задний бампер с четырьмя патрубками настроена выхлопной системой. Звук, который вырывается из них, ничто иное, как гортанный рыб, заточенного под капотом дьявола. Мы часто рассказываем вам о спортивных модификациях. Так вот, M3 это настоящий и чистокровный спортивный автомобиль, а не вариация на тему. Даже после многочисленных тестов заряженных авто мы отметили, что разгонные и динамические характеристики немецкого болида – это нечто. Оценили, конечно же, не только мы, а в первую очередь те соседи по дороге, перед которыми теперь хочется извиниться. Простите нас за запах нашей горящей резины у вас в салоне. И за пыль, из-за которой вам было не разглядеть дорогу. Возможно, перед некоторыми следует извиниться и за приобретенные после светофорных стартов комплексы. Но мы этого делать не будем. Мы продолжим. Вообще-то, BMW M3 – автомобиль не для Москвы, с ее вещь настоящими улицами и шоссе. Сковывать его способности рамками ограничений скорости и загруженности дорог – дело неблагодарное. И если уж предстоит ему жить в мегаполисе, то лишь по ночам. Днем он просто существует и с комфортом перевозит вас из точки А в точку Б. Кстати говоря, делает M3 это с гораздо большим успехом, нежели многие спортивные купе с салонной формулой 2 плюс 2. Здесь и сзади места хватит для двоих высоких субъектов. Ночь. Любимое время вампиров. И BMW M3. Вообще-то, разницы между ними почти не существует. M-ка с жадностью пьет кровь самонадеянных стритрейсеров и переработав, возвращает ее своему пилоту в виде чистейшего адреналина. Для того, чтобы разделаться с очередной беспечной жертвой, часто даже не нужно нажимать рулевую кнопку M. И без дополнительного заряда мощности M3 вполне хватает для таких случаев. Но уж если вы сознательно пошли на этот шаг и перешли в M-режим, будьте готовы, что вас без подготовки и тренировок отправят в космос. Да с такими перегрузками, что никому на Земле и не снились. Двигатель можно крутить до 8400 оборотов в минуту. Достаточно сказать, что на первой передаче M3 способна мчаться со скоростью 100 км в час, а 80% ее крутящего момента доступно уже при 2000 оборотах в минуту. Несмотря на свой безумно стильный и агрессивный облик, на свое истинно спортивное предназначение, BMW M3 это очень удобный и продуманный автомобиль. Становится очевидно, что между нынешними суперкарами, которые год из года становятся все более гражданскими и спортивными автомобилями, созданными на базе серийных, в обозримом будущем все же будет найдена точка соприкосновения. Вполне возможно, что таким автомобилем и будет очередной BMW M-серии.